Хорошо. Да, три составляющих формулы. Четверо. Я так понимаю, нам досталась самая простая задача, если нет, самая сложная. Формула конфликта. Там всего две составляющие. Это конфликтная ситуация и, собственно, инцидент. Как в уголочке написано, если в конфликте нет конфликтной ситуации, то это ложный конфликт. Если в конфликте нет инцидента, то это скрытый конфликт. Конфликтная ситуация, что она из себя представляет? Это некое напряжение, которое может создаваться длительное время между, например, двумя людьми. И до тех пор, пока не произойдет между ними инцидент, пока они не столкнутся, если вы, например, в лоб на фоне своей, конфликтной ситуации, конфликт не создается еще. Его не существует. Ну, к примеру, дочь хочет на дискотеку, и мать не хочет, чтобы дочь хотела на дискотеку. Это может быть, так сказать, с понедельника по пятницу. Они хотят-хотят, но конфликт произойдет только, когда дочь с матерью встретятся дома, и одна скажет, что она хочет, другая скажет, что она не хочет. Вот тогда возникнет конфликт. До этого это просто будет конфликтная ситуация. Они там будут строить свои планы какие-то, но само конфликта его не будет. Так, так же вот с инцидентом, если просто встретились и начали уязнять какие-то отношения, что-то поругались между собой, но конфликтной ситуации такого не было, им просто не повезло, просто зацепились языками и решили поспорить, так сказать, или поссориться. Конфликта тоже не получается. Если что-то у...